Ваши родители учили вас такому предмету, как деньги. В школе вас обучали основам финансовой грамотности. Высшее образование помогло вам добиться ваших финансовых целей. Мы хотим показать, что следуя старой системе, по которой живет большинство людей, добиться финансового благополучия невозможно. Люди, которые получают государственное образование, затем устраиваются на работу и надеются на государство и пенсию, имеют очень мало шансов преуспеть в жизни. Почему же так происходит? Почему одни люди имеют много денег, свободное время и уверенность в будущем, тогда как другие, работая на нескольких работах, не имеют свободного времени и постоянно нуждаются в деньгах? В этом нам поможет разобраться американский мультимиллионер Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», финансовой бизнес-игры «Кэшфлоу» и теории «Квадрант денежного потока». Роберт Киосаки утверждает, если вы сможете изменить направление своих мыслей, свои ценности и правила, вы увидите, что существует другой мир и другие правила для тех людей, кто по-настоящему стремится к богатству. Давайте познакомимся с квадрантом денежного потока. Существует четыре сектора, в которых люди зарабатывают деньги. Сначала рассмотрим левую сторону квадранта. Здесь находятся рабочие, специалисты и предприниматели. Таких людей на Земле 95%. Интересно то, что они делят между собой всего 5% от общего количества денег. В правой части квадранта находятся люди, которые создают большой бизнес и инвестиции. Таких людей всего 5%. Но эти 5% владеют 95% от общего количества денег на Земле. Давайте более детально разберем каждый сектор и психологию людей в этих секторах. В первой категории находятся наемные работники и служащие. Это люди, которые используют свой труд и свое время для получения денег. Такие люди работают за зарплату. Рассмотрим схему. Люди устраиваются на работу и в конце месяца получают зарплату. Большая часть из которой уходит на оплату квартиры, коммунальных услуг и содержания семьи. Часто случается так, что денег не хватает и приходится брать в долг до получения следующей зарплаты. Приходится во многом отказывать себе и еще больше работать, чтобы рассчитаться с долгами. Так происходит из месяца в месяц, из года в год. Жизнь таких людей похожа на жизнь белки в колесе, которая бегает по замкнутому кругу. Роберт Киосаки в своей книге называет это «крысиными бегами». От таких людей вы чаще всего можете услышать выражение «я хочу иметь стабильную зарплату и надежные социальные гарантии». Но на самом ли деле это так? Давайте посмотрим это на графике. Средняя зарплата таких людей – 300-500 долларов в месяц. И если подсчитать, сколько человек зарабатывает за 45 лет, то мы увидим, что сумма составит всего 162 тысячи долларов. Конечно же, этих денег хватит только для того, чтобы выживать. В будущем, когда такие люди перестают активно работать, они могут рассчитывать только на пенсию и становятся обузой государства, которое выплачивает им нищенскую пенсию. Почему так происходит? Почему эти люди постоянно нуждаются в деньгах? Потому что система, по которой сегодня живут эти люди – это следствие индустриального 20 века. Именно в 20 веке с ростом промышленности, с появлением и ростом новых предприятий и производств, людям предлагали бесплатное государственное образование, чтобы подготовить из них специалистов и получить дешевую рабочую силу. В обмен на это, людям предлагали хороший социальный пакет. И действительно, люди получали бесплатную медицину, оплачиваемые отпуска, женщины получали декретные деньги, каждый рабочий имел право на квартиру от государства, а пенсионеры получали пенсию, которой хватало им, чтобы нормально прожить свою старость. В 21 веке эти люди оказались самыми незащищенными. Наемные работники более всего подвержены риску увольнения. У них отсутствует выбор, они зависимы от работы, начальника и зарплаты, состояния экономики, их отрасли и страны в целом. И, конечно, пенсия, которую сегодня получают люди из этой категории, настолько маленькая, что ее не хватает даже для того, чтобы выжить, работать всю жизнь. Чтобы на пенсии рассчитывать только на помощь детей, привлекает ли вас такая перспектива? Давайте рассмотрим следующую категорию квадранта – предприниматели. Эти люди работают сами и нанимают к себе на работу других людей. Они так же, как и наемные работники, обменивают свое время на деньги. Конечно, предприниматели зарабатывают больше, чем наемные работники, но они и тратят намного больше, и общая картина от этого не меняется. Посмотрим на схему. Мы также видим замкнутый круг. Давайте разберем конкретнее эту схему. Предприниматели работают на себя. В отличие от людей из первой категории, которые работают на кого-то, они сами себе выплачивают зарплату, так как большая часть заработанных денег уходит на развитие их дела. Эти люди точно так же тратят деньги на оплату квартиры, коммунальных услуг и содержание семьи. Только они тратят намного больше денег, чем люди из первой категории. Они в счет будущих доходов берут кредиты в банках, на машину, квартиру и другие атрибуты среднего класса, подтверждая этим свой социальный статус. После этого им приходится еще больше работать, так как в графу расходов добавляются выплаты банку кредита с процентами. От этих людей чаще всего можно слышать такое выражение. Я сам себе начальник. Лучше меня никто не сделает. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике. Такие люди зарабатывают от одной до пяти тысяч долларов. На первый взгляд все выглядит хорошо. Но статистика говорит, в первый год работы девять из десяти новых предприятий закрываются. На это есть много причин, главная из которых – конкуренция. Трудно выдержать конкуренцию с уже работающими предприятиями. Мешает отсутствие знаний и опыта. Нет навыка управления капиталом. Поэтому многие предприниматели не могут грамотно распорядиться полученными деньгами. Печально, но до пяти лет доживает всего один процент предприятий. То есть один из ста человек может удержать и продолжать развивать свое дело. Остальные вынуждены вернуться в сектор наемных рабочих и там отрабатывать долги перед банками, зачастую лишаясь квартиры и машины, взятых в кредит. Как видите, обе категории людей, находящиеся в левой части квадранта, мало чем отличаются друг от друга. И те и другие вынуждены работать за деньги, посвящая этому сто процентов своих усилий и времени. Давайте перейдем к правой части квадранта, где находятся бизнесмены и инвесторы. В этих категориях люди создают бизнес и инвестиции, используя деньги и время других людей. Эти люди создают бизнес, в основе которого всегда лежит система. Система может приносить прибыль ее владельцу даже во время его длительного отсутствия. Кроме того, крупный бизнес имеет не одну торговую точку, а, как правило, целую сеть представительств. Такой бизнес, такие сети приносят солидный доход. Но в отличие от предпринимателей, бизнесмены не тратят сразу полученные деньги. Они инвестируют их в различные финансовые рынки, в акции, фьючерсы и так далее. И только приумножив свои деньги, получив пассивный доход, заставив свои деньги поработать на себя, эти люди позволяют себе красиво потратить часть прибыли. А остальную часть своих доходов направляют на создание своего капитала, который потом передают по наследству. От таких людей чаще всего можно услышать такое выражение. Я ищу, куда вложить свои деньги, чтобы сохранить и приумножить свой капитал. Давайте посмотрим на графики. Доходы у людей из этой категории не ограничены. Они ездят на дорогих машинах, покупают просторные квартиры себе и детям, строят дома для своей семьи. У таких людей достаточно времени, чтобы уделять много внимания своим близким. Они легко позволяют себе путешествовать по всему миру. А когда приходит время, эти люди могут вообще отойти от дел, передав по наследству свой бизнес и капитал, чтобы насладиться плодами своей жизни. Как мы уже говорили раньше, в основе большого бизнеса всегда лежит система. Эти люди финансово грамотны, что позволяет им правильно распоряжаться деньгами. Это приводит к созданию активов. Активы – это то, что приносит пассивный доход и высвобождает время. Самый важный ресурс, который очень ценят люди из правой части квадранта денежного потока. Ну и, конечно, вся их деятельность в итоге направлена на преумножение своего капитала. Подводя итог этого урока, можно сказать, бедные ищут работу и работают за деньги, тогда как богатые создают активы и заставляют деньги работать на себя. Субтитры создавал DimaTorzok